всем большой привет сегодня хочу предложить вам простой макияж как всегда легкий в исполнении вдохновила меня фотография актрисы виктории джастин это был запрос на этот макияж и я с удовольствием попробовала его выполнить так что если вам интересно берите косметику и повторяйте вместе со мной итак мы начинаем наш макияж с нанесения тональной основы я буду использовать тон от и фраше беж 200 уже не раз говорила что отличная тональная основа очень не напоминает ванком тент меркл только более бюджетный вариант замечательно тональная основа подойдет для сухой кожи просто идеально оттеночек темноват для меня сейчас поэтому я обязательно наношу на шею под глаза использую консилер от color me нам нужно обязательно высветлить вот эту вот зону чтобы убрать все синяки и и я возьму очень мягкую кисточку это армии буты 53 номер такая вот белочка очень-очень мягко как раз подходит для вот растушевки таких средств под глазам на область носика немножко сюда на крылья носа и дальше мы припудриваем лицом любимая кисточка номер 17 и беру пудру color me 23 оттенок постоянно и в принципе использую знаете и хорошенечко матируем лицом сразу же сделаем коррекцию буду использовать medium deep от mac и наверное этой же кистью не отходя от кассы сделаем скулы наши немножечко их выделим совсем немного и я свой подбородок затемняю немного румяна буду от mac использовать в оттеночки blush baby и наношу их на яблочки в общем то с лицом мы закончили и будем приступать к оформлению бровей мне нужно сделать брови немного шире чем мои буду использовать как всегда тени от dior серо-коричневые которые я использую для прорисовки бровей и буду пробовать сделать мои брови чуть побольше ну вроде немного стали больше итак с бровями мы закончили базу под тени я наносить не буду я нанесу наверное вот этот вот корректор который я наносила под глаза совсем немножко просто распределил его по подвижному веку и будем начинать с наверное с черного карандаша я буду использовать от color me 201 оттеночек это силиконовый карандаш и буду рисовать стрелочку от середины глаза мы сделаем для того чтобы немножечко наш глаз увеличить то есть здесь внутренний уголочек глаза мы будем высветлять наоборот поэтому рисуем от середины и по форме глаза немножечко вверх стрелочку также подводим до так вот на четверть нижние века и то же самое делаем со вторым глазом карандаш сразу я растушевываю кистой и возьму вот такую маленькую кисть карандаш дальше я буду наносить тени сегодня буду использовать вот такую вот палеточку от color me и буду использовать на внутреннем уголочек глаза наверное вот такие вот белые тени матовые и для самый темный оттеночек буду вот такой использовать он имеет такой оттенок интересный хамелеон то есть он серо-коричнево-фиолетовый и вот обычный такой вот бежевый для вычищения глаза и на подбровную область возьму вот такую кисточку маленькую я ее очень люблю и буду наносить белый оттеночек на внутреннем уголочек глаза эти тени пробую впервые и вижу сейчас что светлый оттенок тоже оказывается такой хамелеон и отдает немного такой у него фиолетовый отблеск идет он не чисто белый поэтому будет уже с фиолетовым у нас и так его на подвижное веко растушевываем дальше кистью карандаш который мы растушевывали карандаш наш мы берем самый темный оттенок хамелеон и сначала прорабатываем где мы карандашом проходились так и теперь я беру кисточку вот такую растушевочную эту кистью у меня попалась Sigma E35 и этот же оттеночек мы будем наносить уже на складку очень красивые оттенки я первый раз пробую эти тени пока еще не было времени никак руки до них не доходили и очень мне нравится теперь я возьму маленькую кисточку наверное это будет кисть карандаш но побольше и вот этот же темный оттеночек я просто вот этот уголочек там где стрелочка и наш вот переход к косточке вкладке я его чуть-чуть вот соединю и затемню этим темным оттенком и хорошенечко еще пройдусь по нижнему веку прорабатываем подбровную область я возьму маленькую скошенную кисточку вот такую пушистую и бежевым оттенком мы вычищаем просто все наше пространство подбровное ресницы я буду красить тушью от Color Me а из культюр можно приклеить накладные ресницы конечно если вам хочется большего эффекта но вот эта тушь мне дает очень неплохой объем и они такие подкрученные становятся нижние ресницы я прокрашу в самом-самом уголочке то есть не доходя к внутреннему уголочку глаза итак нам осталось накрасить только губы я буду использовать карандаш 127 от Color Me очень натуральный подходящий под цвет губ адаптирующийся карандашик он практически в тон губ и блеск я буду использовать от NYX оттеночек у меня 08 лиза на нем написано вот такой вот который пекучий такой с перчиком увеличивающий очень красивый оттенок вот многие его не любят за то что он печет а мне как-то он абсолютно нормально и вот такой макияж у нас получился я думаю что все было понятно и просто спасибо вам большое за внимание до следующего видео всем пока пока пока